Мы с вами идем дальше. Следующая наша цель – это научиться генерировать кнопку заказа или форму заказа под конкретный продукт или продукты. Для этого переходим в мой магазин. Здесь у нас в левом меню есть два генератора. Один генератор кнопки, другой генератор формы. Они очень похожи между собой. Сейчас мы оба из них разберем. То есть какая у нас задача? Допустим, я хочу на своем блоге, я сделал полезную статью, и эта статья связана с каким-то моим продуктом. Например, у меня есть скрипт «Магнит» для подписчика, и вот здесь я бы хотел в конце еще людям предложить его заказать. Вот как мне это сделать? Чтобы здесь уже сразу была кнопка заказа, которая перекидывает на форму оплаты. Вот делается это как раз-таки через генерацию кнопки заказа. То есть здесь первым делом я выбираю, под какой товар эта кнопка будет работать. Если выбираем один товар, то никаких там дополнительных вариантов у пользователя не будет. Если мы выберем сразу несколько товаров, то там ему предложат выбрать, за какой именно товар он будет оплачивать. В моем случае это будет один товар. Также можно сразу добавить некие поля. Вот сейчас смотрите, у меня есть только кнопка «Заказать». Если я ее нажму, то у меня начнется оформление заказа. Вот и сразу здесь, видите, поля «Имя» и «Email». Вот если мне нужно, чтобы здесь были какие-то еще другие поля, то я их могу вот здесь также указать. В данном случае мне больше никаких полей не нужно, потому что это у меня электронный товар. Здесь также у них вот появилась опция «Ссылка на оферту». Правда, пока это поле заблокировано. Когда оно будет доступно, сюда можно будет ввести ссылку на вашу оферту. У меня она, например, есть вот на моем сайте «Публичная оферта». Я мог бы ее здесь прописать. Здесь мы можем отрегулировать цвет, размер, стиль текста, кнопки, цвет текста, кнопки, сам текст. Это все понятно. Подсказку можно добавить. Оформить заказ при наведении на кнопку. «Купон скидки». Если хотите, чтобы, допустим, вы можете написать в заметке «Вот вам полезная статья». В конце, допустим, рекомендуете еще свой товар и говорите, что вы можете его оформить со скидкой. И в этом случае просто вам нужно будет сначала создать купон скидки, а потом его вот сюда указать. И тогда при оформлении заказа у человека сразу будет скидка. Вот, то есть это мы пройдем чуть позже, генератор скидок. Так, маркер. Здесь вы можете отследить, то есть кнопку вы можете вставлять на многих страницах своего сайта, да? И было бы здорово отследить, откуда же у меня идет больше продаж, с какой именно кнопки. И в данном случае я бы мог прописать, например, с заметки «Как привлекать новых подписчиков». Или вот прям можно ссылку скопировать, не знаю. Ну, допустим, вот так. Здесь вы можете также указать партнерский идентификатор. Это нужно для того, чтобы, если вы сделали страницу под конкретного партнера, и он туда нагоняет трафик, то можно сделать так, чтобы все заказы по этой кнопке закреплялись за этим партнером. В моем случае это делать не нужно. Так, все. Вот у меня получился код, который нужно вставить в нужное место на странице. Я его копирую. И теперь, допустим, вот у меня заметка, где я хочу эту кнопку вставить. Я иду в редактор заметки. Но, как мы знаем, WordPress не позволяет нам напрямую вставить HTML-код в запись, поэтому мы воспользуемся плагином HANA Code Insert, о котором я говорил ранее. То есть я перехожу на страницу настроек данного плагина, добавляю новую запись, называю ее, например, Button. Создаю новую запись и возвращаюсь к редактору заметок. Нахожу эту заметку, когда я хочу вставить рекламу своего товара. Вот здесь, допустим, добавляю картинку его. И под ним мне нужно добавить кнопку. Нажимаю HANA Code Insert, выбираю Button Magnet, нажимаю ОК. Все, вот она у меня готова. Нажимаю Обновить. И теперь, если я перейду в просмотр записи, то есть вот как ее будут видеть посетители, то увижу, что вот в конце предлагается картинка и кнопка «Заказать». Если я ее нажимаю, все, у меня начинается процесс оформления заказа. Вот таким образом это работает. То же самое, в принципе, для формы. То есть если здесь у нас просто кнопка, то можно сделать так, чтобы здесь была еще сразу форма для ввода имени, e-mail, допустим, телефона, города, и только потом кнопка «Заказать». Это уже генератор формы. Здесь все то же самое. Указываете поля формы, указываете товар. Здесь можно ширину этой формы регулировать. Вместо стандартной кнопки можно поставить свою кнопку, то есть указать путь до картинки. Но в остальном здесь все то же самое. Просто код уже нужно вставлять вот этот. Так, и давайте еще для разнообразия вставим данную кнопку в страницу, сгенерированную в самом Just Click. То есть я, допустим, добавляю кнопку. Так, вот она у меня. И копирую данный код. Теперь иду в страницу на самом Just Click. То есть, предположим, у вас нет блога на WordPress, и вам нужно просто создать страницу на самом Just Click. Я захожу в тот сайт, с которым я сейчас работаю. Новая страница. Так, придумываю я идентификат, например, Magnet Page. Так, допустим, статья про набор подписчиков. Так, сюда, допустим, добавляю текст статьи. И в самом конце мне нужно добавить картинку моего товара и кнопку. Так, добавляю картинку, указываю путь до картинки. Так, и вот сюда ниже вставляю код. Так, вот, кстати, я там еще не поставил маркер, чтобы можно было отслеживать, что это у нас заказ идет именно со страницы Just Click. Поэтому я еще раз ее сгенерирую. Просто вот здесь добавлю еще маркер. Так, статья про подписчиков на Just Click. То есть видите, да, вроде бы под один и тот же товар кнопка, но с помощью маркеров мы потом сможем отследить, откуда же было больше заказов. С блога, например, или вот с этой страницы на WordPress. Ой, на Just Click. Так, вот здесь добавляю, получается, HTML-код. Все. Так, нажимаю сохранить. Вот у меня эта страница здесь появилась. Нажимаю по ней. И вот так она будет выглядеть. То есть вот она идет, статья, сам товар, кнопка заказать. То же самое. Вот таким образом вы можете быстро генерировать кнопку заказа или форму заказа на любой свой товар и добавлять в любые там статьи, страницы и так далее.